всем привет спасибо вам огромное за то что пишите комментарии под роликами которые я записываю периодически мне очень интересно читать эти комментарии я узнаю что-то новое каждый раз под каждым роликом что-то новое узнаю потому что то что я рассказываю допуская ошибки о которых мне справедливо и делают замечания я же не читаю ничего я по памяти что такое излагаю и конечно ошибаюсь довольно часто ну ну что это же у нас просто беседа такая не лекции в университете читаю высказываю свое мнение о каких-то пластинках которые я очень люблю которые являются частью моей жизни с которыми я вырос и продолжаю расти а я не знал что я расту все время каждый час росту когда иду в кино и так далее те кто знает русскую поэзию те продолжат бессмертные строки даже укажут автора этого изумительного стихотворения вершины поэтической мысли так вот на чем я остановился на том что мне приятно читать ваши комментарии пишите больше пишите чаще интересно общаться по мере сил я отвечаю на них но не всегда успеваю ну и конечно спасибо тем кто поддерживает канал материально это тоже чрезвычайно приятно очень много разговоров о том что такое рок что такое попса некоторые считают что слова попса интеллигентный человек вообще употреблять не может но я его употребляю потому что во первых кто сказал что я интеллигентный человек я такого никогда про себя не говорил можете считать меня кем угодно слов попса его потребляют прекрасно для себя понимаю что это такое чем попса отличается от поп-музыки чем Поп музыка отличается от рока Чем рок отличается от попсы Вот так В комментариях можно обсудить Рок Рок Что такое рок Рок это не обязательно жужжание на гитаре Перегруженной Это по разному Может быть Да, Леонард Коэн это тоже рок На самом деле Потому что это драма Это честное высказывание Облеченное по художественную форму Для тех кто любит Такие красивые оболочки Вербальные Скажу я так Вот пример современного рока Например Пример современного рока Например Художественно изглобяешь Группа Элбол Которую я очень люблю Вот такая пластиночка Это у нас 2019 год Гиганты Всех размеров Разных размеров Группа очень интересная У меня несколько пластинок есть Вот эту вот я очень люблю И про нее скажу пару слов Сегодня The Take of The Take of And Landing of Everything Называется она Это Если я не ошибаюсь 15-й год у нас 14-й Ну я Не запоминаю Годы Так Это 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 мы потом Рассмотрим Вот хороший Альбом Он тройной Здесь Это сборник бисайдов Очень интересная штука Нехарактерная Для звучания Элбо И вот пластиночка Приятная Лидеры свободного мира Называется она Ну далеко не все Альбомы Элбо У меня есть Хотя группа Чрезвычайно популярна В Англии Насчет всего остального мира Я не знаю Но в Англии Они так сказать Крепко очень Стоят Очень Те кто любит Рок В узком Понимании Этого слова То есть Овердрайв И все Что за этим Следует Дальше Конечно Скажут Что это Попса Ну или там Поп музыка Если это Поп музыка То это Очень умная Поп музыка Это во мне Какие нибудь Там Не буду Называть имен Все знают мои вкусы Мои То что я Не люблю То от чего Меня тошнит Это не то Это очень умный Современный Рок Не побоюсь этого слова Хотя здесь Вот этого Ничего нет Даже близко Хотя рифы Иногда проскакивают Но это Такая Такой космос И такая Светлая меланхолия В хорошем смысле Не удручающая Не заставляющая Страдать Переживать А Как у Некрасова Есть пьеса Такая осенняя скука Если кто читал Замечательного поэта Русского Некрасова Он еще и пьесы писал На самом деле Вот этот альбом Он как раз является Олицетворен Начать знакомство с Элгоу Если кто не знает Эту группу можно Вот с этой пластинки Я ее очень Люблю Она является Олицетворением Этой самой Меланхоличной Печали Но светлой Не безысходной А Просто печали Взрослого человека Взрослого Умного человека Замечательный голос Гая Гарви Ну Гай Гарви Грейг Поттер Клавишные Марк Поттер Гитары Пит Тернер Бас И Ричард Джаб Ударные Очень хороший альбом The Blue World Первая песня Понятно что Blue World Это грустная История И начинается она Как баллада Просто простая Как вроде И люди которые не знают Что такое Элго Поставят альбом Начнут слушать Скажут А ну это какая-то Такая полуакустическая Билли Берда Скажут они Такая на двух аккордах Какая-то песня Но все спокойно Вплывает Из пространства Окружающего Вплывает Группа И Такие Извините за выражение Текстуры Здесь Акустические Что Не хочется Приводить в пример Pink Floyd Который здесь Далеко-далеко Вообще находится По текстуре Именно По наполнению По насыщенности Палитры музыкальной Вот этим космосом Вот этими звуками Этой плотностью И прозрачностью Одновременно Так это все здорово И так сразу Куда погружаешься Что понимаешь Что будешь слушать Пластинку Дальше Чардж Вторая песня Появляется Оркестр Появляются Духовые Струнная группа Мощнейшая Играет здесь Селбу И вот никакого Гитаризма нет вообще Хотя в составе Гитара Вроде Но гитара В первой песне Она выплывает Из ниоткуда Выплывает Аккордами Которые напоминают Почему-то Колокола Отдаленно Но потом понимаешь Что это гитара И так Это все Мощно И вместе с тем Мягко И прозрачно И вокал Гарви Который поет Мелодии Как сказать Все время Поперек Все время Непростые Какие-то мелодии От сильной доли Когда Ничего такого нет Здесь можно Привести в пример Мелодии Которую сочиняет Питер Гэбриэл Можно привести В пример мелодии Которые Которыми пользуется Группа ТВ ТВ ОНДРАДИО Про которую Я рассказывал Есть ролик Про них очень интересный И что касается Питера Гэбриэла Здесь прямая связь Существует Во-первых Тембр Гарви Очень похож на Тембр Питера Гэбриэла Про мелодизм Я уже сказал Что мелодии Прямо Как будто Написаны Гэбриэлом Здесь Но и Записи пластинок Происходили В том числе На студии Риэл Уолд Питера Гэбриэла Влияние Чувствуется Хотя Никакого Такого Дженесиса Здесь нет Несмотря на то Что группу Критики Называют Не люблю Название стилей Обозначения Но тем не менее Я же цитирую критиков Они называют Это Арт-рок без соляков Я прочитал Высказывание Одного из Музыковедов Американских Кстати говоря Арт-рок без соляков Да Это Несмотря на то Что я сказал Уже первая песня Вроде на двух аккордах Начинается Но дальше Пошло 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 Причем Пошло Не 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 Ярко Так Прямо Смена Аккордов Прямо Тональность Так Сюда Туда Сюда Все Это Как Есть такое выражение Грузинский джаз Когда в одном такте 83 аккорда Никого не хочу обидеть Я люблю Эти все вещи Но это такая Такая специфика Я В 70-80-е годы Ходил на концерты Грузинских Джазовых коллективов В Советском Союзе Бывали эти концерты И там действительно 83 аккорда В одном такте Просто Там люди играют Виртуозы Очень круто Очень здорово Но Здесь этого нет Здесь Плавно Перетекают Аккорды Один в другой И это завораживает Это такой Морис Роберри Просто пошел Какой-то Такой Очень здоровый Но Моя любимая Здесь Штука Это На второй стороне Первая Flyboy Blue Lunette Вот здесь Все Опять-таки Такая пошла Пастораль И вдруг Страшный Гитарный риф Громкий Медленный Хорошо читаемый И этот риф Продолжается И уходит В какую-то Симфоническую Такую Историю Развивается И гитара Играет Просто За оркестр Как будто Большой Симфонический Оркестр Играет Какую-то Грандиозную Пьесу Все это Делается На гитаре Вместе с Фортепианом Правда Вообще Здесь все Очень хорошо Очень прозрачно Очень здорово И Очень Ну Для любителей Пинк Флойдова Отчасти Вместе с Питером Габриэлом И вместе с Джоном Кейлом Джон Кейл Очень любит музыку Этой группы И одна из песен Входит в его Личный список Там что-то Там 10 лучших Песен Рок-музыки Элбот В том числе Но Вот эта Пластинка Она еще Круче 2019 год Она меня Просто Купила Здесь Уже Больше Электроники В хорошем Смысле Этого слова Декстер Энд Синистер Первая Песня Пошел Электрический Такой Накат Кажется Что Драм-машина Там есть Электрические Электронные Ударные Есть и живые Ударные И сэмплы И петли И все Это вместе В стиле Элбол Медленно И грандиозно Неожиданные Стоп-таймы С Вклиниванием Органа Дальше Пошло Движение Адский Бэк-вокал Женский Ни с того Ни с сего Который Просто Тебя Поднимает Все Это Так Все Это Элбол Все Это Без Без Этого Безумия Ярости Сэвен Сэвен Вэйлз Немножко По драйвове Пульсирующая Песня Вроде Как И Такой Пошел Какой-то Отдых Рок-н-ролльный Отдых Ну Рок-н-ролльный Не та-да-да-да-да А в стиле Элбол Ну Такой Полегче Но Потом Вам По мозгам Сразу Эмпирс Империи Рушатся И ты Стал Свидетелем Крушения Моей Поется Здесь Понятно Что песня Насыщена Музыкальными Смыслами Будь здоров Как И казалось Что все Высказано В этой песне О том Что люди Видят Вокруг себя Как рушатся Империи Но Доделает 3.15 Последняя На первой стороне Она добивает Окончательно Она добивает Совсем Можно почитать Текст Перевести Ничего Хорошего Не происходит Я тоже Буду играть В этой грязи Поет Певец И продолжает В ней Играть Казалось бы Ложись и Помирай Но нет White noise White hit Первая На второй стороне Песня Пошел рок И песня Единственная песня Здесь построенная Как песня То есть Идет Куплет Потом рефрен Потом куплет Потом рефрен Привычная структура Ничего этого Ничего похожего До сель Ни до Ни после Нет Потому что Вокальные мелодии Которые пишет Элбоу Они Настолько сложны Я уже и говорил Настолько в сторону Питера Габриэла Там Джентл Джайант И Джона Кейла То есть Они Совершенно Нетрадиционны Они Такие Они поперек Они из-за такта Они После После Там От слабой доли Как-то Начинаются И Все время Поется Ну в 90% Случаев Поется Вокал Гармонизирован То есть Двух-трех Голосия Идет Ну 90% Экранного Времени Скажем так Ну и плюс К этому Гармонизированному Вокалу Еще и Бэк-вокалы Выплывают Все время С контр Какими-то Мелодиями Все это Вот так вот Закручивается Но не нарочито Все не нарочито Все очень естественно Легко И не путается В голове Ничего Все воспринимается Очень легко Долдрамс Мрачная Достаточно Песня My Trouble Печаль Просто Печаль Печальная My Trouble On the Road Гимнообразное Повествование С очень коротким Текстом Текст вот здесь На вкладочке У меня Раз, два, три Четыре строчки Пять Завершающие Песня длинная И вот эти пять строчек Они кружатся Кружатся И кружатся В общем Очень советую Для тех Кто не слышал Никогда группу Elbow Обязательно Ознакомиться С этой Современной Настоящей Рок Музыкой Пошел пить Пока